Народный артист СССР с незаурядным талантом и привлекательной внешностью Олег Стриженов всегда отличался твердостью и эгоцентричностью характера. Актеру удавалось играть только те роли, которые он выбирал сам. Исполнителю прощались капризы на съемочных площадках и романах с красавицей, с тремя из которых он посетил ЗАГС. Первая жена – Мариана Стриженова. Было на 5 лет старше его. Мариана Стриженова родилась в семье двух артистов МХАТа Марии Алексеевой Бебутовой Александра Грызунова. В детстве она носила имя Марина, которая поменяла в девичестве. Ребенок находился с родителями за кулисами театра, поэтому у нее не возникало сомнений, куда поступать после школы. Уже в 18 лет она стала счастливой женой фронтовика, а уже через год получила похоронку на мужа. Его фотокарточка – единственное, что осталось на память будущей звезде кино. На экране Мариана стала по-настоящему популярной после премьеры драмы «Ова», где ее партнером выступил Олег Стриженов. С экрана романтические отношения перетекли в жизнь, молодые люди стали неразлучны. Но вскоре Мариана узнала о том, что ее любимый муж изменяет ей. Она терпела постоянное увлечение. Олега Александровича, но спустя 11 лет после рождения дочери, подала на развод. В личной жизни Олега наступила неопределенность. Второй женой стала Любовь Лифенцева, которая родилась в 1940 году в Москве. Несмотря на то, что детство артистке пришлось на военные годы, она мечтала о творческой профессии и сумела поступить в школу студии МХАТ. К моменту окончания первого курса в багаже артистки была дебютная кинолента «Улица молодости», которая подарила встречу с актером Владимиром Земляникиным. Вскоре у молодоженов родилась дочь Елена, но брак просуществовал несколько лет. Всему виной стали бытовые неурядицы. В личной жизни Олега стрижена новая любовь появилась благодаря профессии. По-настоящему сблизились артисты на гастролях театра в Японии. И с поездки Земляникина вернулась уже беременная. Олег Александрович сделал коллеге предложение. Свадьба была скромной, а родив сына Александра, пара поселилась в однокомнатной квартире в центре города. Вместе супруги прожили 6 лет. Помешал свободный нрав мужа и его любовь к романтическим отношениям. Но несмотря на разлад в семье, Олег Александрович не хотел отпускать жену. Расставание оказалось болезненным. Третьей женой стала Лионелла Стриженова, которая родилась в Одессе в семье моряков. Имя ей дали, по примеру, продавщица из итальянского магазинчика на берегу Средиземного моря, который посещали родители, высаживаясь в портовом городе. История отношений с Олегом началась еще в Одессе. Мечтательная особа была влюблена в исполнительно главной роли в фильме «Овод». И когда на берегу Черного моря начали съемки мексиканца, старалась наблюдать за процессом. Здесь ее заметил Стриженов. Шапочное знакомство продолжилось на съемках «Вольного ветра», где работала теперь сама Лионелла. Молодые люди провели в Ялте в нескольких незабываемых встреч, но о браке не было и речи. Стриженов был женат. Подрастала дочь Наташа. Снимаясь в фильме «Последняя жертва» Пыриба вновь встретилась со Стрижен. На этапе озвучивания киноленты Олег Александрович при всех сделал любимое предложение. Он был разведен и ничего не помешало паре воссоединиться. Лионелла поначалу была в растерянных чувствах, но Алла Ларионова по просьбе коллеги уговорила его избранницу. Свадьбу сыграли в 1976 году. Несмотря на отсутствие общих детей, они живут душа в душу. Почти полвека в 2010 году пара обвенчалась. Сейчас артисты ведут затворнический образ жизни, общаясь только с близкими людьми. Актер увлекается живописью, о чем мечтал с молодых лет.